Сегодня мы поговорим о преступности, о криминале, криминогенной ситуации в Лос-Анджелесе и в Калифорнии. Как в это вовлечены наши бывшие соотечественники и что делается или не делается, чтобы уровень преступности снизился. С вами Вадим Печерский, руководитель пасминовизового агентства Rush in Documentation Center. Итак, ни для кого не будет секрет, что начиная с 2020 года, пандемия, уровень преступности в Лос-Анджелесе скаканул или прыгнул. Как правильно сказать, вверх. Это началось с погромов и разбоев в магазинах, грабежей, открытых, за которые никто практически ответственности не несет. И я это говорю с полной ответственностью. Я вовлечен в работу криминальных адвокатов на стороне защиты как юридический ассистент. И вот у нас сейчас есть 5 клиентов. Все они были арестованы в 2020 году за совершение краж во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Все они были взяты с поличным, все они были обвинены, и их дело поступило в суд. Все эти 5 человек не понесли никакого практически наказания. Все они были освобождены сначала из тюрьмы, а сейчас еще от юридической ответственности. Все они были освобождены, потому что принесли справки о том, что они бедные и несчастные. То ли наркоманы, то ли у них какая-то другая зависимость. В детстве они обязательно были кем-то обижены, и сейчас психологическое состояние подтолкнуло их на совершение данного преступления. И прослушав курс, как вести себя правильно, кто-то 20, кто-то 40 часов, они освобождены от любой ответственности за те преступления, что они уже совершили. Да, естественно, криминальные адвокаты на уровне защиты сделали все возможное, чтобы им помочь. Но это тенденция, если в этом офисе, в котором я работаю, только 5 клиентов, то в масштабе Лос-Анджелеса таких клиентов тысячи, и никто из них не понес ответственности. Уровень преступности повышается, и жертвами становятся зачастую наши бывшие соотечественники. Моя дочь достаточно в нормальном в прошлом районе, в западном Голливуде, ехала на электрическом самокате, проходящей мимо бездомной, просто ударила ее по лицу, и дальнейшее движение моя дочь уже совершила по асфальту. Шорты, майки, естественно, ободрала руки, ноги в кровь. Полиция даже не приехала. Пока приехал туда я, естественно, через минут 20 после того, что это произошло, бездомного не было, полиции не было в течение часа. Ну и что найдут его? Что с ним сделают? Это или наркоман, или психический и психически неравнешний человек, его отпустят через час-два после того, что его возьмут в полицию. Мой друг находился в Берли Хиллз, а Берли Хиллз один из самых безопасных районов в прошлом в Лос-Анджелесе. Да и сейчас он достаточно безопасный. Во-первых, там невозможно, чтобы возле какого-то магазина или дома находился бездомный, который расположился бы там с палаткой. Полиция приезжает через 5 минут и всю эту халабуду разбирает. Но свободно гуляющий бездомный не вызывает ни у кого никаких у полицейских проблем. Вот мой друг сидел, это брат практически сидел, а в кафе кушал, разговаривал по телефону, в это время получил удар кулаком в ухо от бездомного. Что дальше? Да ничего дальше. Бездомный не то что убежал, он спокойно ушел, мой друг не в доумении, провел 5-10 минут, ему дали бесплатную какую-то еду от имени ресторана в Берли Хиллз, но ничего дальше этого не происходило. Другой мой клиент, ему 78 лет, в благополучном когда-то районе в Санта-Моника, курортный пляжный район, получил один удар по голове от пробегающего мимо субъекта, второй выхватил у него из рук мобильный телефон. Это происходит сплошь и рядом. Недавно прослушал интервью одного из товарищей, который стал общественным деятелем после того, что прожил 10 лет на улице. Теперь он как бы за права бездомных ратует. Так вот, по его словам, от 99% бездомных это люди с наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью и психически больные. То есть, людей, у которых там как-то жизнь не сложилась, и они были выброшены на улицу, там нету, потому что такая помощь от штата, от государства идет, чтобы ты не находился на улице. Есть субсидированное жилье, есть талоны, даже в гостиницу можно пойти с этими талонами и находиться в гостиницу. Есть все возможности, чтобы ты на улице не жил. Но, тем не менее, эти люди живут на улице по тем или иным причинам. Благополучный район Бевли-Хиллз. По роду деятельности мы очень часто предоставляем консьержке сервис. То есть, приезжают, скажем, люди из другой страны, мы предоставляем транспорт, переводчика, сопровождение и, естественно, Rodeo Drive. Район, где находятся самые крутые эксклюзивные магазины, всегда является в перечне посещения нашими туристами. И не только полицезреть через витрины, но и приобрести какие-то товары. И вот, буквально несколько недель назад с такими клиентами мы пришли в магазин Chanel. И мне просто было, я был удивлен, потрясен, какая там уровень безопасности. Во-первых, ты туда просто так, здрасте, зайти не можешь. Это или предварительная запись, или живая очередь, которая стоит на входе в магазин. То есть, правило, больше пяти дней собираться в магазине Chanel действует четко. Перед входом два охранника и еще товарищ с таким планшетом, который проверяет и записывает вас на регистрацию. На каждом этаже минимум четыре охранника. И это не те охранники, которые мы видим, щупленькие товарищи пенсионного возраста. Это здоровые машины, которые только один внешний вид или вселяют спокойствие, или вызывают беспокойствие в зависимости от ваших намерений. Я специально сделал несколько фотографий, чтобы показать, насколько меня это впечатлило. Что вы думаете? Буквально неделю назад ко мне приходит клиентка, которая находилась в магазине, этом же самом, который меня впечатлил в Chanel. Она приобретала сумку. В этот момент пять человек грабили магазин. Вот эти здоровые товарищи, охранники, абсолютно бесполезны, когда тебе приставляют животу. Пистолеты говорят, что тебя сейчас просто убьют. В момент ограбления она начала снимать это на видео. Ну, прикольно, да? Как бы происходит, она понимает, что никто там никого не убивает. И продавщица ей шопотом говорит, перестаньте снимать, вас убьют, не волнуйтесь. Просто ведите себя спокойно. У нас все товары застрахованы. Когда это закончится, мы вернем вам деньги. У нас страховка покрывает все. То есть вот этот принцип преступления возрастет. До чего дошли магазины на Rodeo Drive? Что если бы 5 лет назад считалось очень круто пройти по Rodeo Drive с каким-то пакетом из престижного магазина Hermes, Chanel, Dior. Не сама сумка, а пакет, в котором, может быть, там лежит товар на 3 доллара. Но престиж крутой, да? Идешь этой сумкой валяешь. Сегодня этого не происходит. Сегодня, выходя из магазина Hermes, вот этот пакет фирменный кладут в белый пакет. Почему? Потому что его выхватывают по дороге, хорошо хоть не с руками. В рестораны подходят, сколько там, 3 недели назад с автоматом. Не знаю, были бы там патроны или не было. Пришли товарищи, за 5 минут с автоматом, с оружием сняли все дорогие часы, забрали телефон из посетителей и удалились. Это при том, что город Беверли-Хиллс в 2020 году нанял частную охрану. Вы можете видеть, как по периметру путешествует вооруженная охрана и пешком, и на мотоциклах. Это частное охранное агентство, которое вооружено, они постоянно находятся. Кого они отпугивают или успокаивают, непонятно. Но пользы от них мало. В этой всей ситуации единственная хорошая новость, это что наконец-то губернатор штата Калифорния выделил миллионы, не помню точную цифру, но там 20 или 30 миллионов долларов на борьбу именно с этими преступлениями в магазинах. Потому что ничего не прекратилось. Забегает толпа в 20 человек в масках, вырывают сумки и телефоны из магазинов. Единственные, кто им противостоят, это не охранники, а продавцы, которые пытаются что-то у них забрать, рискуя, конечно, жизнью или здоровьем. Их там мутусят прямо на месте. Вот он выделил это на миллионы долларов по всей Калифорнии, включая Лос-Анджелес, на борьбу с воровством, вот этим вот грабежом в магазинах. Эти деньги идут в полицейские участки, эти деньги идут на детектив, эти деньги идут на прокуратуру. Чтобы все-таки их обвинять, у прокуратуры нет ресурсов, буквально этих людей отпускают, отпускают через сутки, проведенные без какого-то залога. Их просто отпускают, потому что в тюрьме перегруз, в тюрьме сидят люди, полтора-два года ждут суда, потому что не хватает судей, не хватает прокуроров, не хватает ресурсов. Надеемся, что вот с этим изменением что-то поменяется. Наши соотечественники становятся не только жертвами, но они также вовлечены в различного рода правонарушения. Раньше, 10, 15, 20 лет назад, в основном тема для наших соотечественников это была бензин, кредитные карточки, махинации со страховками. Сегодня с потоками эмигрантов, который идет через границу с Мексикой, с различных стран, уровень преступности меняется. Во-первых, это подавляющее количество управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Это домашнее насилие. Причем очень часто в элементах домашнего насилия, конечно, страдают мужчины. В Лос-Анджелесе, если вы помните, было такое большое судебное дело, где известный актер-спортсмен О.Джи Симпсон убил свою жену, хотя он был потом оправдан. И после этого полиция получила разнарядку, что по звонку женщины, они на те звонки и угрозы не реагировали в данном конкретном случае, за что получили общественное порицание в СМИ. После этого случая, если женщина звонит и говорит, что ей угрожает, то мужчину сначала арестуют, а потом уже будут разбираться. И тут, конечно, дискриминация по половым признакам отдыхает. Если мужчина позвонит, то в большинстве случаев, с которыми я сталкиваюсь на уровне защиты, где я работаю на адвоката, от защиты, у мужчины должны быть какие-то физические доказательства на лице, царапины, порезы. Вот два раза мужчина звонил, что ему жена угрожает, полиция приезжала, беседовала и ничего не делала. Вот третий раз, когда она ему ночью в кровати нанесла 4 ножевых ранения и все было залито кровью, вот тут они уже среагировали, они ее арестовали. А есть еще очень много вымышленных, надуманных, специально спровоцированных дел, где наши соотечественники становятся жертвами. Просто потому, что не адаптировались еще под американские реалити. Они приехали со своей страны, со своей психологией и еще не до конца поняли, что тут может быть и как тут правильно жить. Идут в ночной клуб, знакомятся с девушкой, приходят с ней, с этой девушкой, которая согласилась с ними в состоянии опьянения, идти домой на утро, эта девушка просыпается, идет в полицию, говорит, что ее изнасиловали. И как жертва изнасилования, она может также предъявить еще и финансовый гражданский иск, то есть получить с этого человека деньги. И вот очень часто мы приходим в суд с видеозаписью или аудиозаписью, где эта женщина, которая говорила, и это не одна, не две и не пять сегодня, которая, это как пандемия какая-то, которая говорит, что меня он изнасиловал, он мне угрожал, а у меня страх из-за него. Она получает постановление суда, что он не имеет права к ней приближаться. Она приходит к нему домой, она шантажирует его, вымогает у него деньги. Все это записано на видеосвязь, но суд не принимает эти документы и говорит, что это совершенно другое дело. Мы рассматриваем дело, где ваш клиент угрожает, а не то, что она в процессе дела. Вот эти вот судебные, конечно, курьезы или безобразия, но все равно продолжаются. Поэтому здесь просто нужно голову включить и, наверное, как-то быть более немножко аккуратным или разумным. Потому что если у тебя есть, у меня вчера пришел клиент, которого там порекомендовали ему помочь, у него закончилось только что и сюда выбросили дело, где его подруга, с которой он жил, обвинила в том, что он ее изнасиловал, там избил. И она сейчас живет у него дома вместе с ним. И он спрашивает, а как мне быть? А как мне быть, если она у меня живет дома? Вот с этой ситуацией мы сталкиваемся постоянно. Увеличилось количество клиентов, которые к нам поступают для защиты, которые занимаются грабежами. Причем есть клиент, который там 8 домов ограбил, причем у него хватило мозгов поехать в район, который называется у нас недалеко от Лос-Анджелеса, в час езды. Район – это Авентура. И там живут в основном семьи полицейских. И сами полицейские, потому что у них есть такое правило, гласное, негласное, не знаю, что если он работает в Лос-Анджелесе, семья должна быть где-то в часе езды за городом в основном, чтобы не выслежить, где этот товарищ типа живет, то они селятся там. Да у них там оружие, полное склады оружия у всех, у них сигнализация камеры. И наш клиент решил, а по ПТА часть именно в этом районе тоже, естественно, был арестован и сейчас находится в тюрьме. Но сейчас, что мы надеемся, что произойдет, то есть ситуация ужасная, криминогенная. Многие из Лос-Анджелеса уезжают. Я люблю этот город, я хочу в нем жить. Я здесь вырастил детей, я здесь продолжаю работать. Мне он очень нравится, динамика энергетика города. Я надеюсь, что вот эти миллионы, которые были выделены на борьбу с преступностью, они фактически будут на это потрачены, а не распилены на какие-то другие нужды, как помощь всеми полицейских или политикам. Вот с этой надеждой хотел с вами поделиться, все-таки заканчиваю на позитивной ноте. Деньги были выделены, Лос-Анджелес, полис департмент и департмент шерифа, деньги эти получили, прокуратура эти деньги получила, а теперь будем ждать и надеяться, что эти деньги все-таки смогут переломать существующую ситуацию. Но не делай же нам ДНД, помните, добровольная народная дружина в Советском Союзе. Вот, или ношение оружия тоже разрешено, может иметь, конечно, возыметь свой эффект. Тут есть двойственное мнение, это тема для следующего разговора. С вами был Вадим Печерский, берегите себя!